Здравствуйте, уважаемые зрители. В нашем регионе стартовал год книги, а вместе с ним региональный проект «Книгомания». Первым гостем проекта стал прозаик Дмитрий Захаров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Сразу начнем разговор с вашего творчества. Вот как вы пришли к своему первому роману «Репродуктор»? С чего вообще началась ваша писательская деятельность? Тут придется сразу сказать, что первый роман появился сильно раньше, чем «Репродуктор». А мы только об этом знаем. Потому что я начал писать еще в юности, и первый роман у меня появился, наверное, когда мне было еще 20 лет. То есть к «Репродуктору» шел еще почти лет 15. Но «Репродуктор» задает некоторую новую рамку, новую хронологию текстов, про которые я могу как-то без особого стеснения сказать, что да, это мой текст, и я его считаю, в общем, некоторой частью составной себя. Потому что то, что было до «Репродуктора», мне кажется все-таки скорее юношескими опытами. Как я пришел к этому? Ну вот, долго и сложно. Много было написано различных текстов. Я, собственно, где-то с 17 лет занимался в литературном семинаре такого известного фантаста Андрея Лазарчука, который вел в Красноярском крае этот семинар на протяжении нескольких лет. Потом я прошел разные этапы литературного пути. Я занимался и новелизациями. Вот есть известная серия «Секретные материалы», знаете, про агентов Малдера и Скалли. И книжки в этих обложках там стоят до сих пор еще на полках книжных магазинов. Там есть в том числе вещи, которые новелизировал я. Ну, в общем, я прошел и через такую ремесленную, ну, соответственно, это довольно ремесленная задача, но не безинтересная для молодого человека. И у меня были публикации в литературных журналах, а уж потом вот я вышел на тропу крупной прозы, будем говорить. А вот интересно, какие у вас рассказы выходили, тематика их хотя бы? Ну, поскольку я был в семинаре «Фантаста», и вообще «Красноярский край» славится своими авторами фантастических произведений, это не только Андрей Лазарчук, это еще Михаил Успенский, это, я не знаю, Александр Пушков, это Олег Корабельников, это, в общем, много кто еще, то довольно много текстов моих юношеских, так или иначе, связанных с фантастической традицией. Я даже, там, один из рассказов выходил в какой-то международной антологии, там, какие-то фантастические рассказы молодых, вот, что за такое. Поэтому начинал с этого жанра, поэтому, возможно, некоторые приемы его позаимствовал и для дальнейшей работы. Репродуктор, он вышел в «Красноярском крае». Репродуктор вышел как электронная публикация, значит, за ним последовало, в «Красноярском крае» потом издавался фрагмент из романа. И издавались некоторые другие произведения. Потом кластер вышел, уже после репродуктора вышел кластер в «Красноярском издательстве». Тоже. Но в силу, там, ряда причин, это было специальное издание с рядом изъятий. И вот в декабре прошлого года в издательстве АСТ в редакции Лены Шубиной вышел полный и даже, я бы сказал, дополненный вариант издания кластера. Потому что, во-первых, в него возвращены все те элементы, которые, в общем, в первом издании были опущены. А во-вторых, в целом, я переработал за прошедшее время сам текст. И это совершенно новая, совершенно новая книга. И стоит ли читать? С несколькими новыми сюжетными поворотами. А что появилось, кстати, новое? Ну, я так не расскажу, я не люблю. Я как раз из тех, кто не любит рассказывать спойлеры. И читать их тоже не люблю. Финал изменился. Помимо того, что изменились некоторые акценты из истории главных героев, в том числе изменился финал. Ну, то есть это новый роман, который вышел в прошлом году. А вот как он все-таки рождался? Он рождался там, в Красноярском крае, когда вы, наверное, еще участвовали? Ну, нет. Ну, нет, нет. Видите, видите, какая история? Я уже 10 лет как живу в Москве. И несмотря на то, что я сохранил взаимоотношения с родным регионом, часто там бываю, там живут мои друзья, в том числе и те, с кем я участвовал в литературном семинаре. Тем не менее, собственно, кластер в значительно большей степени роман уже написанный постфактум, уже после Красноярского периода. Так же, как и средняя эдда, которая была до... То есть периодизация, моя периодизация такая, то есть репродуктор средней эдды и вот теперь кластер. Трэкнижия такой. В общем, конечно, не обошлось без осмысления многих историй именно из красноярской жизни, но тут уж от себя никуда не убежишь. Я 30 лет прожил в Сибири, и, собственно, различные сюжеты, различные эпизоды находят свое отражение. Ну, собственно, во всех трех романах так или иначе есть то, что навеяно Красноярском. В средней эдде целая линия персонажей связана именно с Красноярском, где много задают мне по ней вопросов. Вот спрашивают, правда ли, что вот такое событие случалось, правда ли, что есть такая-то проблема. Даже чувствуется в ней автобиографичность какая-то. Ну, и не без этого, конечно. Но это же такой, как сказали бы в молодежной истории, читерский подход. Автору проще из своей собственной биографии вынимать элементы, чем их где-то дополнительно искать и познавать. Поэтому я пошел по наиболее простому пути, рассказывая в том числе и какие-то свои истории. А вот для чего необходимо вводить плюшевых медведей, живых медведей? Антиутопию. То есть это случайно получается у вас или это задумано? Ну, речь идет в данном случае про кластер, где одним из... Ну, то есть там я два слова скажу про сюжет. Кластер, роман про... Ну, то ли про Россию, которой мы вот-вот встанем, то ли про такую немножко альтернативную Россию штрих. Да нет, 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 не так страшно. Не так страшно. Не так страшно. Просто немножко непривычно. Там, собственно, основное событие сосредоточено... Основные события сосредоточены внутри трех суперкорпораций, которые борются за производство нового уникального полупроводникового материала, который должен изменить практически все. Энергетику, экономику, быт во многом, наверное. Но проблема в том, что эти корпорации произвести этот материал на самом деле не очень способны, а пока производят только презентации и торжественные открытия. В то же время... Ну, это одна. Один пласт. А второй пласт — история... Когда-то в результате эксперимента оживленных игрушек, которые живут на самом деле на нижних этажах этих же самых корпораций, собственно, они и есть первый опыт работы с этим уникальным полупроводником. Он же и последний на нынешний момент. У них там происходит такое очень трагическое событие. У них их мир рушится, они ищут из-за него выход. И ждут, что придет спаситель, который выведет их из этого царства. Ну и, в общем, эти миры постепенно пересекаются. Герои из корпоративного мира переходят в игрушечный, наоборот. Для чего же это было... Собственно, вот там есть... Одним из главных героев действительно является плюшевый медведь. Для чего это нужно было делать? Ну, тут есть много ответов. В какой-то мере, наверное, это дань истории, связанной с моим, собственно, очень трепетным отношением к творчеству Андрея Платонова, у которого в романе «Котлован» есть «Медведь-молотобоец». И, видимо, этот образ... Я большой поклонник творчества Платонова. И, наверное, этот образ как-то очень серьезно засел в глубине меня. И вот таким образом через тоже медведей прорывается наружу. Но, ко всему прочему, конечно, это решает и художественную задачу. В том смысле, что игрушки в моем романе – это символическое изображение детства, наивности. Наверное. Наверное, я бы сказал так. Поэтому... Ну вот... Могут быть разные ответы, да. Даже у автора. Я уж не говорю о том, что разные ответы могут быть у тех, кто читает эту книжку. Цель написания вот таких романов у вас какая? Того же репродуктора, того же кластера? Да я не знаю, как можно говорить в данном случае про цель. Мне кажется, что у автора есть... Ну, опять же, я говорю про себя, но мне кажется, что это для многих авторов свойственно. У автора есть настоятельная потребность в разговоре с читателем. Ну, то есть, это, по-моему, у Сергея Довлатова где-то было, что... А вот я пробовал не писать. Ну да, пробовал. А ты пробовал не дышать. Да, через некоторое время хочется дышать. В общем, это некоторая потребность, профессиональное заболевание, если хотите. И автор, как мне кажется, не может не писать. А когда он пишет, он... Опять же, я говорю «он», но подразумеваю себя. Когда я пишу, я хочу поговорить и с собой отчасти, и с теми, кто этот текст прочитает, на какие-то важные для меня темы, на важные, наверное, для того, чтобы осознать, что будет, что называется, с родиной и с нами. История про корпорации и удивительный продукт, который они никак не могут получить, отчасти тоже наблюдалась мною в разном виде. И нельзя сказать, что я ее как-то взял и сложил, значит, совершенно взяв из воздуха. Она, к сожалению, соткана из наших реалий. Я, так получилось, наблюдал. Наблюдал похожий проект. Дважды присутствовал на торжественном открытии одной и той же установки с разницей в несколько лет. И знаю, что она открывалась еще раз, тоже торжественно. А проект в результате не состоялся, несмотря на огромные многомиллиардные в него вливания. Поэтому я боюсь, что читатель, который, в общем, понадеется, что это фантастика, к сожалению, может быть в этом смысле столкнется с тем, что это не столь серьезная фантастика, как, может быть, нам хотелось бы. Поэтому мне хотелось поговорить о наших сегодняшних проблемах. Ну вот, и я умею о них разговаривать в такой форме. Средняя эда – это мифология проскальзывая скандинавская. Она вам близка, я так поняла, да? Как-то. У меня есть некоторое увлечение скандинавской мифологии признаться с детства, еще с того момента, как мне родители подарили книжку с переложением скандинавских мифов. Но в данном случае, опять, это не история ради того, чтобы как-то просто отобразить еще раз скандинавскую мифологию. Она прекрасно изложена, во-первых, в самих младшей и старшей эддах, собственно, в сборниках средневековых древних скандинавских песен. Но эту некоторую параллель диктовал сюжет, опять же, романа. То есть «Средняя эда», в отличие от «Кластера», это вполне себе очевидный политический триллер. По сюжету в «Средней эдде» в Москве появляются граффити, персонажами которых становятся различные чиновники, бизнесмены, в общем, крупные деятели. И ладно бы, они просто становились персонажами граффити, но через какое-то время после появления этих граффити, кто-то из них непременно погибает. Все сбились с ног, ищут пожарные, ищут милиция, что называется. Кто этот художник, кто за ним стоит, почему есть это совпадение. Это какая-то мистическая способность этого автора, различные структуры приходят в движение, друг с другом начинают конфликтовать, видят заказ, видят с заказчиками друг друга. В общем, начинается целая война лагерей. Ну и, собственно, главный герой «Средней эдды», он тоже работает в таком особом агентстве, которое занимается в том числе и поиском вот этого самого таинственного художника-херопрактика. Вот эта история про столкновение крупных политических, экономических субъектов, сил политических, как столкновение древних богов и героев, как новая песня о богах и героях. Вот, собственно, это параллель и прослеживается в названии, потому что некоторые сюжеты переплетаются. Ну и, конечно, не может обойтись без Рагнарёка, который там все ждут. То есть гибель богов – это некоторая ожидаемая история, тем более, что они и так гибнут в романе. Ну а вот произойдет она или нет, и чем все это закончится, в романе про это немножко рассказывается. А почему главным героем вы выбрали художника? Ну он не главный на самом деле герой, он главный обстоятель, он скорее главное обстоятельство. Там главные герои другие люди, как раз из политтехнологической… Из культурной сферы, я так скажу. Но, если говорить почему, собственно, это становится главным вызовом в романе. Потому что, как мне представляется, мы находимся в ситуации, когда как раз уличное искусство начинает играть, вообще акционизм начинает играть огромную роль. Но мы это сами видим. Это мы видим как по каким-то ярким политическим событиям, связанным с Пусси Райет, с группой «Война». Так видим и чисто художественные акции в Екатеринбурге, там «Супрематический крест покраса Лампаса», вокруг которого была огромная дискуссия, тоже очень много событий с этим связано. В Новосибирске это монстрация и разные другие художественные акции, связанные с именем художника Артема Лоскутова. Значит, опять же, на Урале огромная плеяда, я назвал по красу Лампаса, но есть Тимофей Радя, есть ПТРК. Очень много людей, которые продуцируют совершенно новое пространство художественное. И вокруг этого, вокруг их акций, вокруг того, что они делают, создается новое поле политического и культурного напряжения. Мне кажется, что это некоторый пульс эпохи, сложно его отрицать. В какие-то, я не знаю, поздние 80-е считалось, что пульс времени чувствуется в русском роке, тогда было принято про это говорить. Мне кажется, что уличное искусство сейчас – это тот самый русский рок 80-х. Эта энергия просто переместилась сюда. Мне кажется, что это важное новое пространство, на которое стоит обратить внимание. Ну и, конечно, какие-то возможности каких-то катаклизмов использования этого нового ресурса, как в том числе политического оружия, мне кажется, крайне интересной тематикой. Вот единственное, что меня покоробило в средней эде – вы используете нетензорную лексику. Безусловно. Я выросла на классике, для меня это просто как-то вот режет, режет прям слух. Слушайте, но если мы говорим про классику, то мы же знаем, что большое количество инвективной лексики присутствовало и у наших самых известных писателей. Да, но это не так вот… Нет, ну здесь речь идет о том, зачем это сделано. Для меня это сознательный прием. В средней эде передан язык определенного сообщества таким, какой он правда есть. Это действительно может шокировать некоторое… Ну, я уж не думаю, что прям шокировать, но как-то смутить, я не знаю. Удивить некоторое количество людей. Но для меня было важно поговорить про, собственно, эту группу граждан. Я в средней эде старался рассуждать про тех, кто там называется ланскнехтами. То есть людей, условно говоря, без убеждений, которые за определенную пайку готовы служить кому угодно. И сегодня быть за красных, завтра за белых, значит, и даже в течение одного дня быть и за тех, и за других. И не случайно герои средней эды – это, в общем, журналисты, бывшие журналисты, политтехнологи, люди из политической сферы. И это настоящий язык этой сферы. Я могу вам сказать, как, во-первых, многолетний политический журналист, потом политический пиарщик, могу уверенно сказать, что это тот самый язык, на котором разговаривает этот слой людей. Мне кажется, что он в том числе хорошо характеризует эту группу, про которую я говорю, про ланскнехтов. Поэтому мне казалось неправильным лакировать их общение и описывать его иным, нежели оно является. Я хочу заметить, что у меня там отнюдь не все персонажи разговаривают. Это речь идет про эту конкретную группу. Для этой конкретной группы это важно. Для меня очень важно было передать именно эту стилистику. Поэтому я ее так и зафиксировал. В обычной жизни я не использую инвектив, как некоторое постоянное средство общения. Уверяю вас. Мне это радует. В ваших романах во всех этих трех ярко прослеживается протестное настроение. Из чего оно вырастает и к чему может привести? Я бы не сказал, что у меня есть в романах протестное настроение. У меня есть в романах, как мне кажется, что автор, который старается писать о сегодняшнем дне, а я именно такой автор, у меня поэтому романы, которые вышли в редакции Елены Шубиной, маркированные. Актуальный роман. Так вот, если ты разговариваешь о сегодняшнем дне, то нужно разговаривать о том, что болит, условно говоря, о проблемах. И я иду именно по этому пути. Я говорю о той проблематике, которая есть. Мне представляется совершенно неправильным ее скрывать и делать вид, что ее нет. Те проблемы, которые имеют место быть, должны проговариваться. Травма должна проговариваться. Мне кажется, что у нас вообще есть дефицит проговаривания общественных травм. Если мы возьмем, например, историю американскую и посмотрим на ситуацию вокруг, так называемого, 9-11, значит, истории про крушение башен близнецов, то на эту тему написано огромное количество книг, огромное количество, снято огромное количество фильмов. Это постоянный предмет дискуссии и обсуждения в обществе. Потому что общество, обсуждая это, прорабатывает эту ситуацию, понимает, что пошло не так, как это исключить и так далее. И это важный общественный запрос. У нас есть огромная проблема на этом месте. Мы знаем, что у нас было не меньше трагических событий. Это и трагедия Бесланская, и Норд-Ост, и еще можно этот цикл длить. И мы с трудом найдем хоть какие-то упоминания этого и в литературе, и в журналистике. И, в общем, на этом месте у нас некоторая темная дыра. Мне представляется, что это неправильно. Я не настолько хорошо... Может быть, я бы хотел написать книжку про Бесла, но я про это мало что знаю. Но я знаю, что этим занимаются некоторые коллеги. Я очень надеюсь, что на эти темы разговор начнется, а я со своей стороны попробую говорить о том, что знаю я. О том, что видел, что сам чувствовал, за что как-то готов ответить. Спасибо большое, Дмитрий. До свидания. Спасибо вам. Спасибо нашим телезрителям, которые, я надеюсь, это посмотрят. И я надеюсь, что, в общем, был не бесполезен в качестве некоторого человека, произносящего некоторое количество слов. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok